книга открытым оком 8 том тема монашество вопрос 2049 кто больше всего не согласен с вашими высказываниями в адрес монашества ответ игнатий тихоновича лапкина даже смешно и говорить да какой же это вопрос конечно же не согласны те кто уже принял монашество или склонен быть к ним или чьи-то родственники туда впали или человек не знает христа и его учения по аналогии о масонстве кого бы не встретил кто не верит что протоколы это не выдумка то обязательно выявляется что это или еврей или полукровка еврейская и обязательно или склонен к католичеству или имеет подпитку от еврейских кругов как от эвенезер я не против монашество а за монашество но не в этом их застывшим виде царстве смерти и унылости понятно что женатый увяз в заботах и скорбях его можно только жалеть первое послание коринфянам 7 глава 28 стих впрочем если женишься не согрешишь если девица выйдет замуж не согрешит но таковые будут иметь скорби по плоти а мне вас жаль но нельзя связывать никакими обетами пожизненными но трудиться одному это и по писанию и по совести не вынес одиночество значит использовать запасной вариант тогда хомут семейной жизни пример семья то тоже не сахар первое послание к коринфянам 7 глава 29 стих я вам сказываю братья время уже коротко так что имеющий жен должны быть как не имеющие первое послание коринфянам 7 глава 8 стих безбрачным же и вдовом говорю хорошо им оставаться как я придумали сидеть в одиночной келье всю жизнь другое дело если бы это было для научения года на два теоретики говорили что человек это стадное животное и наказание одиночной камеры считается сильным наказанием придумали монахи для себя мучение мученичество мученичество без крови самоистязание но на этот нет даже намеков библии все это выдумка от того что своими силами решили угодить богу не покорившись его праведности римлянам послание 10 глава 2 по 4 стихи ибо свидетельствую им что имеют ревность по боге но не по рассуждению ибо не разумея праведности божией и усиливаясь поставить собственную праведность они не покорились праведности божией